приветствую вас уважаемые зрители на своем канале мы продолжаем играть в fs15 на карте еленовка я здесь решил попродавать силос собственно эта серия такая тоже внезапная получается дело в том что у меня появился большой спрос как-то неожиданно да вот смотрите у нас 2300 стоит тонна силоса и довольно так еще долго она продлится она просто вот только что началась и я решил записать это на видео и к тому же у нас еще есть большой спрос на такс 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 а что уже все не понял а вот щипа тоже 1100 на тепло централь довольно таки неожиданно эти спроса как видите здесь уже почти не осталось этого силоса я потихонечку его убираю вот таким вот способом довольно таки очень легким и очень удобным оп и все так подождите этот кусочек сейчас он должен забрать не должен оставаться вот и давайте смотрим здесь ноль процентов все и сейчас мы перейдем на другую нашу яму и уже будем с той ямы забирать оставшийся наш силос там получается где-то 500 500 тонн что ли в общем короче сегодня денег мы заработаем очень много такс я забыл включить быстрый режим иначе она так очень долго будет перерабатываться к тому же как вы знаете при переработке силоса мы получаем еще жидкий навоз что конечно же тоже очень здорово теперь я думаю мы перейдем на на удобрение жидкий же как жидким навозом будем удобрять вот и она конечно там нужно оборудование довольно таки много и она она конечно же очень быстро расходуется что не очень так приятно но посмотрим все таки еще я не уверена сто процентов но как бы расходовать его все равно нужно все равно будем покупать но довольно таки много придется ездить заправляться заправлять эту бочку и все эти оборудования так тяжело идет непонятно останавливается ли не останавливается давайте посмотрим что у нас здесь 6 часов осталось 6 часов здесь у нас 2 400 вот непонятно я сдаю этот силос а они повышают цену то есть спрос таки тоже непонятная система обычно спрос падает когда привозишь довольно много всякой культуры здесь как-то наоборот непонятно вот эти как быстро заполняется прицеп и конечно же после этой работы мы обязательно пойдем нам нужно будет продать нашу щипу щипы у нас как вы видите 381 тонны короче около 400 тонн вот тоже благодаря тому что я с кадром потихонечку вырубаю деревья сухие которые не нужны хожу так по деревням спрашиваю какие там деревья не нужны и мне вот говорят там этому срубить то и я собственно их забираю себе и вот в такой момент как сегодня на большой спрос я эту щипу продаю и пользуюсь моментом вот и конечно же как видите нас растет наш лес это мне кажется у него то ли третья то ли уже четвертая стадия всего их пять стадий надо будет я придумал как я проверю значит выросли наш лес полностью я куплю одно дерево уже готовые высажены как высажены уже но будет вырастена я полностью и я сравню по высоте если они будут соответствовать значит эти все наши деревья выросли до предельной длины и тогда уже можно будет заниматься лесорубством так я боюсь чтобы я здесь не перекрутил время пять часов еще осталось но еще можно вот и конечно же тот лес тоже будем продавать потихонечку часть у нас пойдет на доски часть у нас пойдет на склад и часть пойдет сразу на продажу ну большая часть конечно на продажу пойдет наверно сколько две трети можно так сказать продадим увеличиваем время не успевает перерабатываться не успевает вот эта установка перерабатывать все как мы и закидываем просто самое не хочу вроде как потихонечку идет окно я предлагаю может быть здесь остановиться на этом силосе и все-таки заняться щепой пока там буквально сколько четыре часа осталось чтобы мы не пропустили это сейчас давайте последнюю партию отвезем тяжело он поворачивается наверно вот этот пересыпчик мешает кстати я вспомнил как называется это шнековый пересыпчик так увеличиваем еще время немножко до 11 увеличим и потом остановим все останавливаем и проверяем так у нас щепа смотрите она уже упала хотя мы туда ничего не завозили но предлагаю значит сразу переместиться так здесь у нас водичка кстати давайте посмотрим наши овцы здесь я подогнал здесь машину и буквально смотрите сколько у нас подонов шерсти набралось за ну считайте сколько времени прошло с тех пор как я их купил а вот я не помню надо посмотреть прошлую серию даже суток не прошло не прошло суток вот это получается мы за прошлую серию закончили где-то с утра кажется я уже забыл и вот за это время вот столько подонов набралось вот наши овечки уши довольные такие все пока что закупать пока не будем но обязательно в дальнейшем будем так нам нужен прицеп и прицеп этот большой я уже не помню где он находится так включим фары все три дальний обязательно видеть все вот он наш прицеп а он с той стороны находится ну давайте вот так поедем довольно таки глючит немножко игра с этим освещением хотя у меня компьютер мощный я не знаю это на всех говорили вот была информация что при включении фар идет такой глюк затормаживания это говорили что даже и на самых мощных компьютерах будет там идет все равно какой-то просчет то есть этого никак не избежать хотя надо на данное время сейчас довольно таки упой и куда я поехал елки-палки я уже поехал продавать пустой этот короче без ничего поехал на нашу теплоцентраль надо вернуться забрать заговорился с уже прийти компьютер я что хотел сказать даже на данный момент вот я постоянно слежу такой информации как разное железо для компьютера вот вышла новая видеокарта кажется 1080 вот было 980 и сейчас то есть каждый год они добавляет одной цифры то есть позапрошлом году было 800 70 скажем да в прошлом 970 и сейчас уже 1080 то есть новое поколение новые чипсеты уменьшение энергопотребления вот значит эта видеокарта она скажем я вот не помню сколько то ли она на 8 а она на 8 гигабайт или на 4 я уже нет на 8 кажется но шина у неё на 256 конечно удивительно да то было 980 на 512 шина а это на 256 но у нее новый чипсет и она считается в два-три раза мощнее чем предыдущая и и там у нее получается чистота довольно таки большая намного больше чем еще раз предыдущая но по цене что интересно да вот она стоит всего лишь 400 долларов хотя то 980 стоит тысячу долларов это 400 непонятно по каким причинам но вот такая новость была и и что хочу сказать конечно же даже там кстати не показывали пока какие игры она вытягивает но сказали что очень зашкаливает там фпс буквально такими словами можно сказать ну вот такие дела у нас и сказали что через это как бы такая сырая версия у нее есть свои драйвера не какие-то так и а именно свои личные так нам подождите суда вот и сказали что через полгода и и обновят и они даже не представляют что будет через полгода то есть еще мощнее и еще круче то есть вообще сама техника сама компьютерная вот это как говорится все вот эти микросхемы и все платы они до они с каждым годом с каждым днем даже можно сказать уменьшается и становится намного лучше и производительней вот и конечно же не успеешь купить одну деталь уже вышла другая более новая вот так же я конечно немножко я поспешил со своей видеокартой я купил себе значит у меня стоит ради он r9 380 на 4 гигабайта на 256 бит но буквально через сколько там пару месяцев вышла r9 390 то есть да уже не на 4 гига а на 8 гигабайт и на 512 512 шина то есть два раза мощнее чем моя но значит стоимость ее ну давайте посмотрим стоимость моей сейчас я вам примерно скажу в долларах да давайте все в долларах то это получается где-то так умножить на меня доллар 20 значит где-то 300 долларов стоит моя а то стоит уже где-то 400 долларов ну вот считаете да 100 долларов больше но производительности в два раза ну как практически так и есть по сути дело на видеокарту нужно обращать внимание не на ее количество гигабайт не на ее как бы выделение памяти а на так кто там вообще какой то друг зашел в стиме а надо обращать внимание на шину то есть на выход в бит возможно даже скажем видеокарта на 1 гиг будет мощнее чем та на 4 то есть суть в том зависит все от шины если шина у нее мощнее чем та конечно же это будет лучше намного вот и вот такие вот вот такая вот информация у нас сейчас сейчас на торговой площадке компьютеров вот что насчет процессора там уже конечно тоже пошли другие новые процессоры у меня как бы стоит амд я придерживаюсь пока что амд так как не такой дорогой но и разницы практически нету но возможно есть какая-то там разница но это там сколько количество времени в этой в обработке у меня сейчас стоит значит амд так fx 8320 и конечно же буквально через опять говорю через некоторое время вышел и этот fx 9590 кажется тоже но дорогой это очень довольно таки очень дорогая модель кажется стоит если не ошибаюсь опять же если брать в долларах так сейчас я примерно прикину до 8 ну где-то 1600 долларов ой погодите какие-то что я говорю так давайте я посчитаю то я немножко так получается 8 но значит где-то я никак не могу сообразить в общем я не могу вспомнить ту цену которая ну короче говоря он имеет на данный момент времени то есть самый мощный процессор из амд он имеет частоту 4,7 герца и может разгоняться до 5 герц вы представляете у меня на данный момент стоит 3,5 герц и разгоняется до 4 то есть восьмиядерный до 4 герц он работает свободно то есть с разгоном он как бы сам разгоняется в принципе его можно вручную но нежелательно он сам знает когда ему разгоняться когда не надо когда вообще компьютер без всяких программ работает без игр он опускается вообще до 1,9 герц то есть частота понижается зачем в принципе нагрузка на процессор он короче сам регулирует себе частоту разгона вот такие вот дела а насчет памяти кстати память сейчас немножко подешевела что интересно я конечно не ой 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 я случайно каким-то образом нажал на е думал я заигрался в одну игру там эти повороты что-то я хотел включить по вот непонятно по какому по какой причине память довольно таки подешевела тоже непонятно по какой причине так как она резко у него когда-то где-то год назад спросы пошли она поднялась цене почти что в два раза сейчас она подешевела и на данный момент если брать я не могу выключить это курс плей на данный момент если брать 8 гиговую планку она стоит довольно таки дешево всего лишь 50 долларов это еще конечно смотря в каком магазине брать если брать через китай я себе заказал через китай через алиэкспресс это стоит где-то так с ней я заказал получилось я заказал себе две планки я заплатил 60 долларов то есть 30 долларов одна планка 8 гиговая у меня сейчас на данный момент стоит 16 гигабайт я себе заказал еще 16 и того у меня будет 32 гигабайта то есть по сути просто чем больше памяти тем быстрее работает компьютер это мы все знаем и это уже все проверено то что говорят то что там это компьютер не видит больше 8 это все как бы ну как это не ерунда но не знаю насколько это так у меня например когда компьютер обрабатывает видео допустим да идет видео в sony вегасе обрабатывается на 1080p 60 кадров плюс идет я играю и плюс идет съемка допустим там еще открыт браузер я слушаю какую-то передачу скажем видео или музыку плюс еще помимо этих этого skype открыт и разные программы по очистке они работают в автономном в автоматическом режиме плюс там еще дефрагментатор скажем да короче куча всяких программ у меня уже съедается 8-9 гигов оперативки вот то есть собственно поэтому и нужно иметь запасе хотя бы определенное количество оперативки чтобы хватало для работы вот на данный момент скажем на windows 7 чтобы записать windows 7 нужно 4 гига это только для системы то есть для хорошей оптимизированной работы 4 гига нужно только для него дальше если допустим у вас игры да или вы что-то хотите еще помимо этого какие-то программы вам еще надо 4 это уже 8 то есть 8 гигов это минимум для windows 7 и с играми то есть либо с программами какими-то вот а к тому же если вы еще хотите дополнительно что-то вам еще нужно по крайней мере хотя бы но еще 4 и того 12 но желательно либо 2 по 4 либо 2 по 8 вот либо 4 по 4 либо 4 по 8 то есть нужно парное количество это и планок и обязательно нужно устанавливать их там значит на материнке есть специальные гнезда которые соответствуют ну давай же ну шо ж ты так тяжело соответствует значит нормальной работе там они подсвечены скажем идет белая потом синяя потом опять белая и синяя то есть если у вас 4 скажем у вас 4 планки да 2 по 8 и еще 2 по 8 но скажем одни 2 по 8 одной фермы а вторые 2 по 8 другой фермы их желательно установить скажем в те синие одной фермы а в белый цвет другой фермы то есть это имеет значение это там все просчитывается и это влияет на производительность и в общем на всю работу компьютера в общем я что-то немножко разглагольствовал про компьютеры меня немножко понесло но в общем зато вы наверное узнали что-то новое для вас вот и вот такие вот дела у нас так это у нас какая третья поездка третья поездка на теплоцентраль сколько у нас это получается все 3 8 и 4 240 тонн а у нас 380 ну конечно же еще еще 2 поездки нам придется поехать давайте посмотрим что у нас по полям там поле должно завтра у нас смотрите ясно да хорошо ух ты у нас поле созрело вот так это еще лучше таким образом мы сейчас перемещаемся на наш комбайн и предлагаем предлагаю предлагаю запустить нашего работника и пока как раз мы будем убирать ой убирать он будет убирать мы будем свозить нашу щепу так здесь у нас растет на данный момент ячмень так выбираем эту вкладку дальше так здесь 13.2 первое поле оп поехали здесь у него все прописано дальше он сам знает что нужно делать так главное ему включить чтобы было распыление салон не распыление а наоборот вот сам включил он сам знает и конечно же мы не можем обойтись без уборки этого всего он опять же на силос как вы знаете смотрите у нас 2 миллиона уже капец 2 миллиона за наш силос и конечно же за щепу и все благодаря нашим неожиданным спросом большим больших спросов вот что конечно же радует и мотивирует на то что заготавливать еще силос и покупать новые поля новую технику и в общем работать будем закупать животных скоро а также вот этих коров и я хотел бы посмотреть у нас там есть загоны для гусей кажется для свинок вот там будет немножко вот кстати для свинок нам нужно заморочиться по поводу корма там не просто им воду да и это им нужна то ли картошка там то ли свекла я уже не помню что именно но в общем кажется картошка им нужна но это уже заставляет задуматься о том что нам нужно покупать новое поле для картофеля как вы знаете я уже говорил об этом какое поле нам нужно желательно и скорее всего мы его тоже будем немножко планировать будем созваниваться с нашим шефом все консультироваться и решать проблему кстати здесь у нас топлива нет случайным образом у меня уже пустой бак видимо нету ничего странно надо будет заехать на заправку и заправиться так да и что еще конечно же нам понадобятся комбайны как же без них без них никак комбайны для уборки картофеля вот например да они довольно таки тоже очень дорогие стоят по полмиллиона чуть ли не вот до такой суммы и конечно же здесь без денег не обойтись вот так что вот пока что таким таким темпом идем потихонечку у нас еще и скоро деревья подрастут и мы тоже будем в шоколаде как говорится вот давайте посмотрим что у нас творится здесь еще пока что еще полночь нету полночи как-то вроде светло не так темно обычно начинаете иметь где-то в 2-3 часа ночи а так вот сейчас там идет у нас луна вот она нам освещает где она освещает довольно таки хорошо ну и фонари но фонари так немножко так что у нас здесь у нас кто-то закончил здесь покос да здесь закончили покос а вот уборка что-то не идет непонятно каким образом остановилась наша уборка страна где наш трактор интересно так а ну-ка давайте посмотрим ага он у нас на базе ну-ка переместимся сейчас мы проверим что он здесь идет разгрузка у нас да идет смотрите 960 тонн травы прекрасно я не зря столько рубил травы я готовился к этому я знал что у нас будет столько овец и вот как говорится я готов к началу и все у нас еще впереди вот смотрите у нас еще здесь нужно собирать в общем еще и косить короче здесь время все время проматываешь у тебя сразу все зарастает успеваешь собирать здесь все растет надо как-то организовать вот это чтобы все все успевали все делать иначе пропадает просто пропадает все все вся трава ой 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 я не туда поехал ну ладно-ка давайте уже поедем так и опять заговорился и задумался о другой теме но заодно мы сейчас смотрите у нас все приборы освещаются довольно таки интересно красиво мы сейчас заедем на заправочку и заправимся что конечно же давно надо было это сделать так у нас заправка в самом конце ну и конечно и биогаз тоже где-то здесь поблизости должен быть не биогаз а теплоцентральный так стоп заправляемся здесь тоже у нас довольно таки много сколько там 600 литров кажется меня я не да где-то около 600 литров но быстро расходуется топливо я скажу движок довольно таки мощный также и на этих тракторах вот я проверял конфиги вроде бы как там я подправил дело в том что на одном тракторе было неправильные параметры расхода топлива я их сделал правильные я взял образец из стандартной техники вот и уже подправил сделал как нужно то есть если у нас движок мощный там и расход должен быть большой а движок если слабенький там уже расход поменьше конечно итак у нас 700 литров на счету в баке как говорится и мы едем дальше так ух ты интересно это поле что уже закультивировано или что у меня а это такое отражение мне показалось что там посажена картошка знаете от картошки вот такие следы остаются так нам куда вообще нам сюда нужно да по идее давайте потихонечку заедем довольно таки крутой подъем но нам это все по силу и нам сюда вот такой вот хитрый путь я знаю итак у нам еще один раз сюда съездить давайте посмотрим щипа 61 тона да еще один раз и все комбайн у нас там убирает сколько комбайн имеет так нью-холланд 31 тонну 16 процентов ему еще работать и работать довольно таки ярко это освещение от фар идет немножко глазам больно вот когда смотришь на этот яркий свет особенно вот когда отражение идет в зданиях да довольно таки неприятно это смотреть режет прямо в глаза так что советую переключить вот на такой ближний свет смотрите довольно таки уже по мягче до стало освещение не так сильно ярко вот вот пока что вот так я думал промотать время я даже не знал что у нас созрело поле я думал сейчас мы отвезем щипу продадим силос и промотаем время до утра и как раз у нас созреть поле ага и черт из 2 там у нас оказывается уже давно созрело поле а я об этом даже и не подозревал вот может быть сейчас она сейчас все равно не отвезем эти поддоны шерсти но конечно бы хотелось я не помню сколько стоит поддон но где-то мне кажется 3 или 4 тысячи или даже полторы я не помню но эти поддоны шерсти намного быстрее делаются чем те же скажем доски на там конечно надо дерево подбрасывать здесь все купил овец ну конечно корм корм без корма никуда это понятное дело все же потихонечку накапливается довольно таки много да вот вы видели сколько у нас давайте посчитаем поддонов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 штук это кажется ох ты ничего себе смотрите у нас второй ряд еще здесь оказывается оказывается 10 11 12 12 13 14 поддонов обалдеть мне что показалось что один ряд ну я так скажу неплохо неплохо так сколько у нас там щипа уходит уходит под ноль все щипа у нас щипы нету придется за кадром опять ходить по деревням спрашивать там деревья какие-то сухие кому не нужны подрубливать их на щипу вот или же куда-то и идти там где вот эти горы там растут ненужные тоже деревья конечно так втихаря чтоб никто не видел так я опять чуть не заговорился поехал мимо вот и давайте уже отвезем это последний рейс и значит займемся чем надо будет заехать на первое поле и разгрузить наш так комбайн я смотрю него там пока что столько 47 тысяч принципе ну на можно будет заехать его немножко освободить чтобы он не работал с такой нагрузкой и уже наверное будем знаете что делать я тут подумал надо все-таки биогаза выкачивать наше наше жидкое удобрение а выкачивать будем следующим образом я куплю бочку на 100 тонн и она у нас будет где-то статичная на поле находиться и мы ее просто туда поставим и будем заправлять у нас будет камаз ехать на биогаз оттуда привозить фурой значит цистерной привозить оттуда и заправлять нашу статичную бочку огромную которая будет находиться на поле и уже из той бочки мы будем брать наш жидкий навоз и удобрять наше поле только я не знаю я там в той бочке у меня вода для овец и я не знаю каким образом надо все-таки как-то ее потом отмыть от этого навоза а то потом кормить этих овец грязной водой и как-то непонятно как это что-то будет делать вот значит погодите давайте все-таки я предлагаю где-то здесь сейчас развернуться там в принципе мы закончили так что мы можем делать давайте заедем на первое поле разгрузим наш трактор затем 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 что будем делать будем значит вызовем нашего силосника который будет нам сила сейчас собирать солому на силос так где наша работа давайте посмотрим здесь еще засажена засажена ага вот здесь где-то вот вот смотрите работа идет прекрасно люблю когда вот так чисто убрано все без всяких всяких этих неровностей давайте будем подъедем так аккуратненько и сколько у него 60 тонн как раз ну не полный прицеп но хотя бы что-то его с него возьмем и пока что прицеп поставим здесь я так думаю а на мане поедем в магазин я предлагаю поехать сейчас в магазин и закупиться техникой а как же еще конечно же или может быть а погодите давайте закончим продажу нашего силоса и потом так все мы освободили 60 тонн ставим где-нибудь вот здесь пока что вот так дальше где наш второй комбайн вот он он припаркованный давайте мы его ух ты мы его выгоним отсюда вам удобно да возле дома стал припарковался пошел там поел отдохнул и никаких проблем так что мы делаем копируем наш курс от нашего комбайна все мы скопировали и у нас мы будем сейчас проезжать точно по тому курсу как и наш комбайн значит предлагает запустить но для уборки нам нужно нам нужно уже нужен вот этот вот такие камазы давайте зададим им курс так будешь забирать из кронбикс курс у нас называется f1 онлот биогаз то бишь выгрузка на биогазе первое поле через первую яму конечно же и все он поехал и пока дадим ему небольшой интервал чтобы он успел отъехать а сами пока что здесь быстренько закончим уборку с нашим силосом здесь буквально чуть-чуть осталось на два ход на две ходки все так как бы нам задний еще включить задний свет задний свет не включается да ну-ка о все пошла пошла работа так и виднее я думал все-таки купить какие-то фонари понастал понаставить здесь чтобы ночью светили но как-то нам пока что ответ еще не пришел от нашего заказа так ускоряем ой а если мы ускорим у нас там же поле чтобы оно не перед это не перезрела оки-науки ну я думаю мы успеем быстренько собрать это все чтобы поле не сгнило там работник то не успеют собрать и последний я думаю раз последняя ходка нет нет мне кажется еще еще одна или нет эх блин а нет смотрите еще чуть-чуть осталось и должно все отлично красота красота так все выключаем заканчиваем нашу тягомотину с этим силосом и того у нас 2 миллиона и где-то 700 тысяч мне кажется будет что конечно же и не может радовать такая сумма любой наверное будет рад такой сумме кстати там ачивка у нас на 5 миллионов и на 10 миллионов должна быть так у нас один час уже час ночи все останавливаем время и давайте посмотрим что у нас здесь по по объему смотрите почти полная бочка капец надо срочно убирать отсюда все так здесь я не могу понять здесь как топливо брать если она вообще здесь это топливо непонятно каким образом что для чего и как я не могу понять да ладно мне не давайте уберем уберем вот это уберем сторонку а то здесь будут ехать наши так кто нас там уже застрял так этот закончил работу его мы так пока что ты посиди здесь или запустить перезапустить и остановиться все так ты наверное не туда поехал дорогой так тебе надо идти обратно и опа а ну видимо он начали за и доедет до той точки потом поедет а все значит что здесь у нас есть мы останавливаем и вот таким образом запускаем производство сила со сбор соломки и по идее он уже сам должен поехать сейчас он найдет себе место а а а он хочется не ну куда ж ты что ты сам а куда ты поехал давай иди работай я понимаю ночь ты хочешь спать поехать домой слигнуть так у нас есть все нормально давай иди иди езжай иди забирай так давайте мы переместимся это мы где это мы здесь так а нам нужно магазин магазин поедем следующим образом вот сейчас значит закупим технику техника у нас будет необычная обязательно значит купим сейчас трактор еще один так как у нас не хватает вообще тракторов и надо будет все таки нанимать еще водителей писать объявления кто кому там у кого нет работы будем нанимать у нас сельхоз работы итак ночь добрая всем давайте посмотрим что у нас здесь есть из цистерн для навоза да а вот я хочу такую штуку но как вы видите она только на 55 тон да так здесь 30 тонн это не то я хочу вот здесь есть такая штука смотрите 100 тонн это получше и это как бы то ли статичное то ли что как ее вести у него колес то нету непонятно но мы по-любому ее покупаем опять же цвет но я предлагаю взять такой это наверно цвет по умолчанию и а также а такая у нас уже есть да то есть есть жидкий навоз в принципе она подойдет да для транспортировки того и другого а здесь у нас сколько стоит это 75 а только для жидкого давайте сделаем вот что все таки для навоза будет для навоза так 75 30 а там а а 65 30 ну давайте наверное купим отсюда вам уже или купим ту нет давайте купим ту потому что это чисто навозная здесь видите культура жидким берем эту опять же цвет цвет по умолчанию нас такой для навоза я думаю даже можно взять какую-то вот такую грязную вот такую возьмем так что нам еще нужно эта штука это только перевозит а а нам нужна штука которая разбрасывает вот у нас есть 15 метров к такая ерунда и так это на что это не распрасыватель это тоже это просто перевозка сбрасывателя здесь нету да подождите вот 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 смотрите у нас здесь есть что-то получше вот такая штука контейнер заполнил заранее ставите бультуру только а это у нас только крылковый может брать вот такая штука вот это тоже перевозная вот здесь 22 метра у нее вот это не виллы вот эти я не знаю не коллизия есть или нету вот может взять просто такую простую бочку я думаю возьму простую на и с этой простой уже можно как-то полегче 20 метров но она довольно таки тяжелая наверно будет и может быть все таки взять что-то попроще вот такую смотрите 15 метров на 5 метров меньше но она полегче и полегче можно полегче будет вести так здесь у нас 18 литров а там 18 тонн а здесь у нас сколько 30 тонн но 20 метров на здесь трактор нужен мощный видите те что будем делать давайте все таки возьмем вот эту вот эту копию вот и обязательно сейчас возьмем трактор но трактор возьмем пока что стандартный возьмем помощнее что у нас здесь из 416 320 вот этот мне нравится этот у нас под здесь сгибается да наверное у него эта штука сгибается мне это не нравится пока что возьмем такой и возьмем противовес и возьмем противовес для него так и что она еще нужно так бочку мы взяли это взяли пока что пока что вот так что здесь у нас что у нас здесь давайте посмотрим что то я хотел еще так я хотел посмотреть животные сколько у нас стоят ну смотрите гуси 30 долларов вообще 30 евро свиньи вообще 50 вот со свиней очень хорошо получать навоз сухой довольно таки очень много с него с них получаем и так смотрите вот наша техника кстати да видите там колеса у него это все таки такой транспортировочный контейнер что довольно таки очень объемный на 100 тонн да вот у нас а вы 10 тысяч сто десять тысяч понятно там вроде писали сто тысяч как так а ну-ка давайте посмотрим а 10 тысяч стоит сто тысяч все правильно что они здесь не мутят в общем как обычно система разгрузки загрузки здесь у нас насосная стоит да как мы залили смотрите сразу а ну это у нас прицеп для фуры на а это у нас тракторный прицеп вот такой вот 30 тонн смотрите здесь у нас еще даже показывает сколько всего можно ориентироваться на вот эта фирма а глаз тени основные такие очень обширно у них так много разных разных этих прицепов смотрите движок новенький прямо нулевый вся весь трактор чистенькие новенькие весь пропитанный маслом вот такая вот у нас модель гусеничная давайте заведем здесь у нас как обычно вот такая система здесь не знаю джойстиковая не джойстиковая не здесь не джойстика здесь рулевая и педали вот но конечно тоже мощный не сказал бы что простой но эту цистерну должен тягать так что мы без фары едем смотрите довольно таки нормально нормально работа пойдет так а мне интересно вот эта штука зацепиться суда или нет кстати этот цвет надо было поменять на а вот он как работает понятно смотрите довольно таки удобно да раз там залил тону 10 100 тонн и все и поехал на базу и там у тебя вода дофига в общем хорошая штука этим всем мы будем заниматься в следующей серии значит что еще хочу сказать ссылочки в описании на моды те кто хочет скачать моды как у меня можете перейти по ссылке ниже также там есть кто желает приобрести такую игру по более низкой цене чем в стиме тоже обращайтесь пишите мне на почту также есть ссылка на донат кто желает помочь буду благодарен неважно сколько то сколько даже хоть один рубль без разницы буду благодарен за любую копейку вот ну конечно же чем больше тем я буду еще больше благодарен не просто так обязательно скажу пару слов вам вот и пока что вот таким путем будем работать ну а на этом все всем спасибо увидимся в следующих сериях и всем пока кому нравится серии обязательно ждите они будут если вы смотрите они будут вот 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 вот